Всем привет! Ага, камера стоит криво, сейчас Вадим в руки. В общем, сейчас уже почти два часа и я обеду, вот, но сегодня понедельник, поэтому я ничего не успеваю, выгляжу как узник Бухенвальда. Ну ладно, по моим щекам явно я не из Бухенвальда, но, в общем, накраситься я до сих пор не успела, еще долго не успею, сейчас у меня урок через 5 минут, мне надо поскорее доесть мою тарелку макарон и курицы, ужасно вкусно, курицу вчера в духовке сделала, было вкусно, и макароны Алишер варим, у меня хорошо получается. Даже макароны можно уметь готовить очень вкусно. Сейчас я это все быстренько доем и потом проведу урок. Я уже домонтировала за предыдущие полчаса влог, который вчера не сделала, но когда я буду уходить из дома, я поставлю сохраняться клипами влог, а потом уже влог. В общем, куча всяких разных дел сегодня. Увидимся с вами после урока. Сегодня повезло, потому что Алишер рано вернулся с работы, и поэтому он везет меня к ученику, и если бы не он, я бы опоздала. Спасибо тебе! Спасибо! Так что мне не надо по холодной погоде реально на улицу. Очень холодно, противно. Дождь, правда, был только ночью, но сейчас все равно, мне жарко. Вот, и мне не надо идти пешком! Так что туда, обратно, и потом дальше, ученики. Понедельник очень тяжелый день. Что, вы меня не бейте, пожалуйста, палками, но уже снова вечер. И просто сегодня был сумасшедший день. Я смотрю в компьютер, потому что я оставлю выводиться влог наконец-то. В общем, я сходила к ученику, съездила меня Алишер куда-то, отвез и обратно забрал. И... так, все поставила сохраняться. И... чего? Дальше было, я приехала, выложила клип. Из-за клипа у меня влоги задержались, больше ни из-за чего. Из-за клипа. Сейчас у меня этот влог будет сохраняться почти 2,5 часа. И сейчас, смотрите, пол-одиннадцатого, но я дождусь. Я не знаю, может, я лягу спать и поставлю будильник, чтобы проснуться и выложить его, но я его сейчас ночью выложу. В общем, клип я выложила, все окей. Надо будет потом монтировать еще испорченные кадры. Потом у меня был ученик и потом еще тестирование. То есть у меня сегодня было реально много работы. Плюс мы там еще всякую лабуду решали, административную, как обычно. Наши онлайн-школы иностранных языков, для тех, кто не знает, мы с Мариной руководимы. И там всякие проблемы надо было решать, организационного характера, сайт настроить и так далее. Вот я этим всем занималась. Сейчас влог поставила сохраняться. Я не могу его ставить сохраняться, когда я работаю за компьютером, потому что компьютер начинает жестко тупить. И это всем не работает. Поэтому только по очереди он у меня слабенький. Но апгрейдить я его буду не знаю когда. В следующем году, наверное, только. В этом году цель камера. Алишер сейчас ушел выливать собаку. Мне надо покормить животных, развесить белье. Я не зря достала сушилку. Так, и опять тут вода скопилась. Развешу белье. О, камера села, смотрите, красный огонек. Это скоро она вырубится. И если я успею, я еще сделаю маску для лица. И потом завалюсь в кровать с книжкой. Ну и, в общем, как только влог будет готов, я его опубликую. Вот такой вот понедельник. А, еще мне звонила мама. У нас, короче, с бабушкой проблемы. Она себя плохо чувствует. У нее... Ну не то, чтобы она бредит, но такое-то. Забывает все там. С кем я говорю. С кем она говорит по телефону. Как мерить температуру градусником и так далее. То есть такие вещи уже второй или третий день. Вот. И сегодня ее еще тошнило. В общем, дедушка там сидит, не знает, скорую вызывать, не вызывать. Но вот, может, мама перезвонит, скажет, что вызвали. Посмотрим, чем. Хотя я их очень нехорошо беспокоюсь. Папу скажу, лет много. Им с дедушкой за 80. Не помню, сколько точно. И вот такие приключения происходят. Привет, кот. Ты пришел еду выпрашивать. Чуть попозже покормлю. Я только достала мясо размораживать. Такой милый. Он такой пушистый. Я сегодня пришла от ученика и поцеловала его в лоб. Я не знаю, видно или нет, но у него теперь на лбу моя помада. А поскольку помада стойкая, он так будет еще дня 4 ходить. Потому что мыться он не любит. Да? Кот. Кот обормот. Кот обормот. Кот обормот. Это массаж. Это массаж. Вы знаете, он любит массаж. Видите, даже не уходит. Он еще толком стреляется. Он сегодня спал. У айфу, сколько шерсти из тебя. Господи. Сезонная линька. Видите? Надо его вычесывать. Он сегодня спал и чуть не сводился. Так смешно было. Но проснулся в самый последний момент. Я уже успела испугаться. Так, где зарядка для камеры? Снова надо делать уборку. Уборку надо делать постоянно, непрерывно. Смотрите, Алишер, какие конфеты купил вообще. 193 рубля. 193 рубля расти попу. Оли Лукойли. Ой, вот эти самые вкусные. Я их обожаю. Это что такое? Вспышка какая-то. Олжан. Снова вспышка. Форт. Паркурс. Господи, он всего набрал. Оли Лукойли. Что-то я тут видела, типа, сникерс или мне показалось. Наверное, показалось. А вот еще что-то. Маневр. Кузя, это ты отвечаешь на вопрос, почему я толще, чем Марина, да? Тима, сладкий котик. Обормотик. Слушайте, вы так, не вы все, конечно. Ну, короче, у меня есть видео там, где я психую по поводу того, что у меня операция переносится. Давно это видео было. Когда-то. В августе, наверное. Я там, ругаясь на Рексу, который ко мне лезет. Чего бы мне там только не понаписали. Ты живодерка. Зачем ты бьешь собаку? Еще что-то. Где я ее била? Я просто на нее прикрикнула, потому что я реально была на таком эмоциональном... Я не знаю, это срыв просто был из-за того, что у меня 10 раз переносилась операция, которую я боюсь, которую мне надо делать. Вообще страшно, проснешься ли ты после такого или нет. И я один раз прикрикнула, и все, отдай мне собаку, зачем ее обижать. Слушайте, если я вам отдам эту собаку, которая боится гулять, боится есть, и, не знаю, там, болеет, переодетесь, и спорим, вы не будете о ней заботиться так, как мы. И нашу любимую собаку мы никому не отдадим. Фигуршки. Да, Кузьма? Рексу не будем отдавать? Не будем. Кузя, поварешка, у нас очередная кастрюля компота. Мы вчера сварили компот и весь его выпили, поэтому я сейчас поставлю камеру и налью себе чашечку сладкого клюквенного компота. Ку-ку. Ку-ку. Дай лапу. Дай лапу. Давай. Молодец. Ты меня не боишься? Нет? Вообще не боишься? Совсем не боишься? Ты уверена? Ха-ха-ха. И на этой позитивной ноте пришло время сказать всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...